И мы смотрим про сверхчеловек Фридриха Ницше, правильное объяснение. Абсолютный дух, ты за меня вообще или против? Мне заплатили денежки, наконец-то. Но мы досмотрим, думаю, сегодня всё. Если следующего видео не будет, мы досмотрим до конца порез на собаке. А то, что прервали, это даже хорошо, так меньше шансов на то, что, в общем, завалят видос, я думаю. Давай поговорим о сверхчеловеке теперь, да? Сверхчеловек в литературе и в кино. Во-первых, сверхчеловек – это запрещено. Сверхчеловек – это запрещенный концепт, запрещенное понятие. Запрещенное существо. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что это запрещенное понятие, но ввиду того, что есть христианский бог и человек, по сути. И всякий человек, будучи телесным человеком, уже в христианстве должен перерасти, как бы, свою телесную сущность. И в этом смысле Ницше предлагает просто оборотную сторону бога-человека в виде сверхчеловека. Ну, такого вот, именно не Соловьевского бога-человека, а вообще бога-человека, вложенного в христианство изначально, в целом. Ну, здесь какая-то шизофазия немножко пошла, такая непонятная. Ну, их не запретили понимать, их, наоборот, трактуют только так. Запретили понимать Толстого, Льва Николаевича. В принципе, вся великая русская литература, она о сверхчеловеке. А понять, что такое сверхчеловек, очень... То говорят о том, что русская литература – это литература, прежде всего, о маленьком человеке, об обычном таком человеке, понимаете? А тут вдруг не запретили... Сверхчеловеки. Проблема даже в том, что, вот, например, Раскольников замечательный, он вроде бы стремится к такому сверхчеловечеству. Тварь я дрожащая, или право имею человек, я вот этот тварь дрожащий, или я имею право, я выше этого, я сверхчеловек. Проблема в том, что в итоге морально Достоевский приходит к тому, что, ну, он был неправ. Ему приходится раскаяться, по сути, как бы это так получается. Ощем с базового правила. Люди-люди – это мразь! Люди – это мразь! И об этом говорит Фридрих Ницше в своей замечательной книге под названием «Так говорил Заратустра». Почему же люди – мразь? Ну, люди – это не мразь, а Ницше, но они на самом деле плохи. Да, это путь от обезьяны к человеку. Это вот канат натянут, да, между двумя пропастями. Ну, запомни. Да, интересно. Действительно, на самом деле он очень плохо трактует русскую литературу, потому что там о сверхчеловеке не было, наверное, практически ничего. Русская литература, она наоборот такая приземленная. Даже Чехов, Чехов он пишет об обычных людях, о маленьких людях, о низких людях. Русская литература, наоборот, переполнена маленькими людьми. И просто вот везде эти маленькие люди там. Евгений Онегин – это маленький человек прежде всего. Потому что люди убивают, лгут, воруют. Ладно, поехали. Человек имеет право по Ницше убивать себя, во-первых, когда придет время, вообще-то. То есть вы не должны жить больше, чем вам назначено. Если вот вы выполнили свой долг, свою задачу, дальше жить уже бессмысленно. Например, себя вы убить можете. Ницше, я полагаю, не отрицает убийство. Ну, по крайней мере, этого точно нигде не сказано. Но точно Ницше критикует концепцию правдивости. Правдивость высшего человека по отношению к Ницшему не должна иметь места как такового. Высший человек имеет полное право врать Ницшему. И требование, что лгать нельзя, оно по Ницше, а наоборот негативно. Это вот низкие люди хотят думать, что находится у вас в голове, друзья. Ну, то есть, понимаете, да? Тут чувак вообще какие-то противоположные вещи несет. Люди насмехаются друг над другом. Люди завидуют, люди предают, люди насилуют, люди разрушают. Воля к власти не отрицает насилие, кстати. Люди загрязняют план... То есть, чувак вообще неправильно трактует Ницше, у него просто каша какая-то в голове в данном случае. Нету земля. Ой, загрязняют планету Земля, вот эти вот мысли усатого психованного мужика очень сильно волновали. Больше всего прям загрязнение планеты Земля, это прям вот да. Это прям ничанские. Люди мразь, потому что они загрязняют источники, из которых мы пьем. А следовательно, они загрязняют планету Земля. Потрясающе. Люди кидают говно в воду. О, да, вот поэтому, да, нельзя пить там с толпой рядом. Ну, вы знаете, да, у Ницше такой афоризм есть, что вот там, где находится толпа, там вот массы, люди вот эти вот. Там источники загрязнены. Это, конечно же, он говорил в прямом смысле про говно, да, конечно. Люди-то мразь, и это говорит Фридрих Ницше, но для того, чтобы превзойти эту... И это говорит Фридрих Ницше. Ну, этот чувак, он действительно, он по ряду концепций трактует Ницше просто наоборот. Я уже показал несколько конкретных примеров, но, блин, это, блин, это шизофазия, да. Это очень странно. Мразь, превзойти духовно... А, в смысле, он правильно толкует Ницше. Ну, он пишет все наоборот. ...духовно, духовно, сука, ты слышишь меня, сука, духовно? Да что вы несете? Какого Ницше поймет сельский дурак? Ницше прежде всего элитарист. Он аристократический философ, философ благородства. Именно благородство непосредственно в начальном смысле этого слова. Человек этот не то чтобы... Нет, не умеет читать. Ну, вы какую-то сейчас точную ерунду несете, на мой взгляд, тоже. А у Ницше не наблюдается таких вот тенденций. Ну... Нужен сверхчеловек. Когда люди превзойдут самих себя духовно, они превратятся в сверхчеловека. То есть... У него, наоборот, какая-то концепция бога-человека получается. Это ближе к Соловьеву, чем к Ницше, то, что он сейчас говорит. Сверхчеловек это противоположный... Ницше не релятивист ни в коем случае и никогда не был он релятивистом. Не нужно вот врать про Ницше. Прежде всего, он релятивист. С чего он релятивиста? С каких вообще концепций он релятивист? У него конкретные позиции прописываются на протяжении всего его учения. Конкретные отношения и так далее, так далее, так далее. Относительно перспективизма сказать не могу сейчас. Но он никакой не релятивист. Это вот прям противоположная философия Ницше. Релятивизм. С чего? Откуда? Где? Хоть какой-то след релятивизма. Не знаю. Фишка в том, что вот есть не бог, а есть боги. Может, вы это как релятивизм трактуете? Истинно полезный вид заблуждения. Ну, нормально. Но у Ницше тоже была своя истина, своя позиция. И истина как полезный вид заблуждения не является релятивистским суждением. В принципе. Это в принципе не является релятивистским суждением. Здесь нет ничего релятивного. Если вы из этой фразы выводите то, что Ницше релятивист, то меня поздравляю для вас. У вас очень плохие аналитические способности. Вы просто додумываете намного больше, чем есть в данном высказывании. Если есть больше высказываний, приведите, пожалуйста. Давайте попробуем обсудить. Да, прям главная фишка Заратустра – объединение с природой. В равенстве с природой. Прям в равенстве с природой. Да, прям вот его главная фишка. Он не от обезьяны пришел к сверхчеловеку, а наоборот, он жил в обезьяне, видимо. Да. Это человек, который не загрязняет природу. Благородный человек. Благородный, да, но благородный не в смысле в том, в котором мы сейчас слово благородный используем, а в том, как это использовалось королям, как это использовалось, не знаю, каким-нибудь, в общем-то, богатым, знатным людям, которые ставили себя выше остальных, и ввиду этого они были выше остальных по сравнению с остальной всей чернью, вот они вот были знатными и благородными, потому что они произошли из благого рода. Ну, как бы это так. Честный человек. Вот честный человек, прям, да. Да, только у Ницше, наоборот, критика лжи. Критика правдивости присутствует в его текстах. Разумный человек. Да, Ницше очень, очень за разум, конечно, топил, будучи при этом иррационалистом и написывая свои тексты в крайне иррациональной манере. Очень-очень он такой глубокий иррационалист, конечно. Рационалист в смысле. Талантливый человек. С талантом может быть. Начитанный человек. Ой, начитанный, да, прям вот, почитанный. Прям мечта Ницше, чтобы сверхчеловек был еще начитан. Чтобы он читал обычных людей, да, ну. Образованный человек. И, во-первых, самое главное правило для того, чтобы стать сверхчеловеком, для того, чтобы избежать эту грязную мразь под названием «человек». И вот эту грязную мразь, которая заполнила весь Ютуб, да? И этот Ютуб им правят такие же буржуйские ублюдки. Это мразь, которая выставила... Чувак, мне кажется, коммунист, и он трактует Ницше коммунистически. У меня есть статья в Википедии. Там среди важных идей Ницше написано «перспективист». А в статье о перспективизме ясно сказано, что синоним релятивизма. Статья в Википедии про Ницше написана крайне херово. Простите, конечно. Но она крайне херово написана. Вся. И на русском, и на английском языке, если честно, вроде как тоже. Я читал на обоих. Вот. Там неправильно трактуются все концепты Ницше. Насколько их можно неправильно трактовать? Ну и да. Я бы не сказал, что Ницше очень часто сам себе противоречит. Я не знаю, вы читали Ницше или нет, но радикальных противоречий во всей его вот этой вот большой вот, не знаю, Ницшеане, который вот прописан, их не так уж и много на самом деле. Это кто-то просто преувеличивает. Ну, у Ницше там же противоречия одни у Ницше. Ну, это Ницше, конечно же. Он перспективист, а вообще все такое. Ну, это херня. Это же чушь. Ну, на самом деле чушь. У Ницше есть такая вот единая тенденция, которую он придерживается на протяжении всей жизни. На протяжении практически всех текстов. Эти все тексты увязываются друг с другом. Иногда тексты Ницше бросает. Ну, просто он даже пишет вроде как в «Веселой науке» или где-то там во введении, что некоторыми афоризмами он играет со зрителем. Он пытается привести его к правильным идеям, но при этом неправильным путем, неправильными словами. То есть он действительно иногда играет, иногда заигрывает с читателем и пытается перевернуть его мудрость. И работает над этим. Он действительно это прописывает. И действительно из этого получается, что он иногда допускает такие вот афоризмы. Но это не значит, что он перспективист. И это вообще практически ничего не значит. Это не значит, что его концепты нельзя трактовать каким-то единым образом. Забавно. Я больше читал книги с трактовкой Ницше, чем самого Ницше. Ну, блин. Это уже грехи европейской герменевтики здесь. Ницше как угодно, кто угодно трактует. И Хайдегера, и кто угодно вообще. Ладно, поехали дальше. Ницше, Ницше, Ницше. Несмотря на то, что это идет против твоих собственных интересов. То есть тебе это не выгодно, но ты поступаешь справедливо. Это и есть честь. Да, это и есть честь. Ницше, кстати, если не ошибаюсь, был критиком теории справедливости в целом. Ну, Платона он критиковал. Я полагаю, справедливость тоже критиковал. Конкретно афоризмы сейчас не вспомню, но критик справедливости была вполне бы в духе Ницше. Да, именно так. И кто-то скажет о доброте. Это неверно. Добрый человек... Блин, кто это? Кто это говорит вообще? Мне просто интересно. Блин. Бля, ребят, вы что, вообще с ума сошли? Ай, ладно. Нечестер. Добрый человек будет честный со злодеем. С плохими людьми. Пожалуйста, идиот достает. Ну вот вы трактуете Ницше как вот гнилой и пошлый пафос. Вот с этой трактовкой я даже больше соглашусь, чем с тем, что Ницше релятивист и перспективист. Понимаете, о чем проблема, как бы? Вот. Ладно, гнилой и пошлый пафос, допустим, прощается. А вот все остальное, это как бы, ну и... Вот так вот. Непонятно. Достоевского, да? Он добрый человек. И мануил Кант, и мануил Кант. Относись к остальным так, как тебе бы хотелось, чтобы носились к тебе. Христианизм. Подставь щечку, да? Это абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Идиот живет по этому правилу. Он относится ко всем хорошо, потому что он здоровый человек, и ему хочется, чтобы к нему относились хорошо. И что происходит? Он превращается, он сходит с ума. Убивают его возлюбленную. Все над ним насмехаются. И он действительно превращается в идиота. Поэтому вывод этой книги, идиот Достоевского, в том, что нужно быть мистером Хайдом. Ты слышишь меня, мразь? Мистер Хайд, сука. Я вас всех поставлю на колени. А потом я трублю головы. Ты слышишь меня, Путин? Единая ебаная ебливая Россия. Мы не поддерживаем то, что вот сейчас говорит данный автор. Мы с уважением относимся к Владимиру Владимировичу Путину. И мы не хотим, чтобы с ним произошло то, что будет сейчас описываться в этом видео, друзья. Согласны все? Ставьте плюсы, если согласны, и не ставьте минусы. Единая ебливая Россия. Да здравствует русский народ. Ну так вот, продолжаем, да? Ну так вот, доктор Джекилл, да? И мистер Хайд. Вот мистер Хайд это сверхчеловек. И, кстати говоря, скажут, это насилие, да? Любое государство держится на насилии. Все законы это просто бумажка, на которую можно пассать. За законами всегда дубинка полицейского. Понятно? Все держится на насилии. Да чувак какой-то анархист, просто больной панк, я не знаю. Анархия, я анархист. Понятно? Анархия, сверхчеловек, настоящая... Да, так и есть. Ааа, блин. Жесть. Анархист это сверхчеловек. А, настоящий анархист это сверхчеловек. Ну я предугадал, что он анархист, и он это сразу же сказал. Ну так вот, мистер Хайд это чудовище, этот монстр, который пришел задушить лондонскую буржуазию. А, ну то есть еще и сверхчеловек это коммунист. Именно так, задушить и уничтожить буржуйскую английскую мразь. Ведь Роберт Луэр Стивенсон был шотландцем. Шотландцем, ты мразь. Мончить про англичан, мечта шотландца. Именно так, уничтожать этих негодяев, эту нечисть, эту мразь, которая не знает, что такое честь. Вот он, мистер Хайд. Мне кажется, он неправильно Стивенсоном трактует тоже. Ой, боже мой. Ладно. Кстати, да, удивительная история доктора Джекела и мистера Хайда. Прикольная тема. Ну, то есть, интересное произведение. Мне понравилось. Хотя банальное, конечно, сейчас. Вот прям вот. В русской литературе сверхчеловек и мистер Хайд, это Печорин. Печорин плохой человек, негативный человек. Белла. Сказка об аленьком цветочке, да? Он монстр. Он чувствует себя плохим монстром, да? Он потерял сердце. Он потерял любовь к жизни. И вот он видит Беллу, да? И думает, ну может быть красавица, ну может, эта чистота изменит... Друзья, разве в аленьком цветочке девочку звали Белла? Я просто не помню девушку. Просто это тогда, ну вообще полная отсылка на Белли из... Красавица и Чудовище получается. ...минит меня. И тебя монстр, и тебя чудище, чудовище. Но нет. Чудовище влюбляется. Но Белла, красавица, его не спасает. А не нужна красавица. Не нужна Дульфинея. Дульфинея по-испански, да? Дон Кихоту не нужна Дульфинея. Начинается все с Дон Кихота. Шутки, да? Человек, который хочет превратить Санчо Панса в настоящего рыцаря, чтобы поднять революцию против короля и против буржуйской мра... Человек-коммунист, как... А, он анархист, он, простите, он анархист. Все, ладно, анархист. Все понятно, хорошо. Анархисты это сверхлюди. Все, засчитано, хорошо. Только к Ницше это отношение не имеет никакого, ладно? Хорошо, вот так лучше было бы. Брази, начинаются все с шутки. Почему нужно обязательно ссылку на Ницше делать? Ну вот ты сказал бы, я хочу предложить вам свой концепт сверхчеловека. А сверхчеловек это анархист. Я это сверхчеловек. Люди это мразь. Все, как бы, сказал от себя и все нормально было бы. Никаких претензий. Такой, окей. Окей, Светов, спасибо за то, что поделился с нами идеями. Но все заканчивается мистером Хайдом. Так вот. Это прогрессия литературы к сверхчеловеку. И вся хорошая литература, она о сверхчеловеке. Джек Лондон, пожалуйста, анархия. Он рассказывает о сильном человеке, который... Чувака зовут Вайт Нига, вообще-то, но... Живет наедине с природой, который убегает от Спрута, от механического города Спрута, порабощающего американский дух. Американский дух пионеров. Люди, которые сбежали на свободу. И вот это книги о анархии, о настоящей анархии. Перейдем опять к Печорину. Печорин, хорошо. Почему он плохой человек? Нет, Печорин это настоящий революционер. Печорин борется против мразей, против ублюдков. Грушницкий, жополиз, сука, которая... Сука, которая хочет жениться на богатенькой особе. Книжна Мэри, просто гнилая грязная розочка, растущая на буржуйском вонючем кусте. Да, согласен, что может возникнуть направление нитшанского анархизма, но зачем тогда опираться на Нитша и говорить, что Нитша так именно и говорил? Вот в чем проблема-то. Ну, то есть нитшанские анархисты, я полагаю, понимали, что они перетрактовывают и Нитша и вносят в него какие-то изменения. Этот человек думает, что Нитша так и считал просто. Вот в чем, видимо, колоссальное отличие. К сожалению, у нитшанских анархистов я не читал. Вот так вот. И он разводит эту ебаную книжну Мэри, да? И он насмехается над этим ебаным Грушницким, да? А вот Беллу действительно теряет, потому что этот человек уже не способен любить. Ему все надоело, ему надоело, ему опротивило, опрысило. Это грязное, ублюдочное русское общество. Это грязное, ублюдочное общество буржуазии и аристократии. Да, и кричит Азадонов о том, что русские мы великие, да, туда-сюда. У нас великая культура, у нас великая литература. Но мы велики, нами правит мразь, нами правит мразь всю историю нашего существования. И мы ничего не можем сделать с этим. Мы победили фашизм, но мы ничего не можем сделать с Путиным, с царками и с... Национал-социализм, как бы победили мы. Ну, надо бы все-таки как-то это... Ну, что ли, вот так вот говорить. Национал-социализм победили. Просто фашист, мне не нравится это слово, потому что это, как бы, знаете, попытка отвести взгляд от того, что на самом деле мы победили других социалистов. Ну, то есть, то, что война была между двумя социалистическими режимами, на самом деле, вот такого. То есть, в большом разрезе брать, ну, вот так. Мне кажется, что кто и то, и кто безумно догматичен в трактовке Ницше. Вы прямо держитесь всеми силами за единственно правильную трактовку Ницше, и, видимо, сильно он на вас повлиял. Но Ницше на меня действительно очень сильно повлиял, и в молодости я прочитал все его переведенные книги. А сейчас я, наверное, уже многого не помню, и в целом я не являюсь нишанцем, трактовщиком Ницше, и я в своей философии далеко отошел от Ницше, настолько далеко, насколько, наверное, можно отойти от Ницше. А-а-а, вот. Но я все-таки считаю, что я имею некоторые представления о нишанстве и... Ну, в смысле, о Ницше непосредственно, о нишанстве в меньшей степени. Как видите, я и ссорил, и не знаю много кого еще. А чувак действительно психует очень. Ну, тем более, уважаемый, я же должен что-то говорить, понимаете? Я могу сомневаться в своих трактовках Ницше, но если я не буду ничего говорить на стриме, кто мне будет донатить, хотя, может, с этой стороны? С другой стороны, я пытаюсь откомментить это как-то более-менее, ну, так скажем, академично хотя бы для начала, чтобы показать свою профессиональную компетенцию с какой-то стороны. А Жириновский это супер-сверхчеловек, это два раза сверх-сверхчеловек. Это Алая Змейкая, это будет его щит у него на нижней части груди. Ну, так вот, Печорин это революционер, который борется против буржуйской мрази своими способами. Он всех презирает. Почему он сверхчеловек? Потому что он выше, он духовно, морально выше всех этих ублюдков. Ну, то есть, если говорить, он всех презирает, ну, может быть, в этом есть какие-то элементы сверхчеловеческого. Может быть. Но тут тоже важно понимать, что в сверхчеловеке, наверное, не должно быть некого ресентимента. Это благородный человек! Это честный антигерой! То есть, когда Ницше говорит о толпе, в этом не стоит искать какого-то откровенного ресентимента, презрения к толпе, ненависти. Постановка выше не ведется через непосредственно ресентиментарные какие-то формы. Я, ну, по крайней мере, мне так кажется. Второй. Так вот. Скажите хоть одну плохую вещь, которую совершает Печорин. Не одной. Он разбивает сердце книжной мэрии. Ну что? Это просто шлюха! Гуржуйская шлюха! Грушницкий мразь-ублюдок! Фаталисты! Фаталисты, он спасает людей! Рискует смерти, нравится, отчаянно, ребята. Он рискует жизнью и обезоруживает этого казака, да? Вот так вот. Благородный, честный, смелый человек. Вот он, смерть-человек. Честь, благородство, смелость. Все самые высокие человеческие качества. И вот здесь я вижу видео-ублюдков в этом ютубе, в этом грязном ютубе. Видео-ублюдков. Которые говорят о том, что к коммунизму стремились, а к сверхчеловеку не надо стремиться, да? Что сверхчеловек это какой-то криминал. Ну, может быть, да, пафосы есть, но это не то, чтобы сильно нитшанский пафос. А у Нитши не то, чтобы романтический пафос, кстати. Ну, даже не знаю, как можно их прям сравнивать. Романтиков и Нитши... Может быть, очень так косвенно можно их как-то вот попробовать соединить. Но пафос Нитши, он скорее не романтический, он скорее эпический даже. То есть, это возвращение Греции к эпосу, к непосредственно такой даже сверхчеловеческой мифологии, где есть супергерои своеобразные, вроде Геркулеса, Тисея, Персея, Ахиллеса и так далее, так далее, так далее. Ну, может быть, он как раз и не понял отличие Нитши от романтического пафоса. Да, вполне возможно, и он, у чувака романтизм такой, романтизм, он в принципе увязан во многом с коммунистическими устремлениями. Коммунисты многие, вот, например, уже известный нам Ланселот, они пытаются увязать романтизм с коммунистическими устремлениями к лучшему, и там действительно у них появляется вот этот вот потрясающий советский романтизм такой, святые такие устремления священные, умирать за свою там родину, умирать за других там где-то вот странах, за то, чтобы победить, плохой-плохой-плохой капитализм. У этого чувака тоже такой анархический романтизм, да, да, у него он проявлен, но он почему-то это все с Нитши увязывает, вот тоже странно. Ну, тут, в принципе, очевидно, я согласен с вами здесь, действительно, но тут нечему не совпадать. Какой-то, бля, враг народа, что это, бля, преступник, да? Блядь, ты хоть раз читал вообще Фридриха Нитши, мразь? Вот ты понял, мразь, она имеет 15 тысяч визитов, да? А у меня не одного пацана, вот так вот. Ну, хорошо, перейдем, еще, кто... Почитал Нитши, мразь, а? Сверхчеловек, хорошо. Анатоль Курагин не сверхчеловек, персонаж книги Льва Толстого «Война и мир». Он ребенок, которому нужно проснуться, спящий принц, которому нужно проснуться, чтобы стать сверхчеловеком. А-а-а, напоминаю, что у Нитши имеется концепция верблюда, льва и ребенка. И ребенок среди этих трех, так скажем, сущностей является самой главной. Ну, то есть, у Нитши образ ребенка выступает преимущественно в позитивных коннотациях. Ну, вот так вот, вот так вот, давайте. Вот просто вспомним Нитши немножко, вспомним Нитши, поблагодарим его за его творчество, за его пафос, за его, да, вот это вот все, все, что он сделал для истории философии, из-за чего мы сейчас попали в то, где мы находимся. Спасибо, Нитши. Начать размышлять, и для этого ему нужно порвать любовь, грязные, проститутки и шлюхи под названием Наташа Ростова. Вот так, она не проститутка, но она типичная буржуйская особа, типичная мразь. Ну и что, любовь этой бляде не стоит ничего, эту любовь нужно порвать. Ух. Блин, да я думаю, он умер уже, кстати, это старое видео, судя по качеству. Так, три дня назад кто-то здесь что-то писал даже, шесть месяцев назад кто-то писал. Я не знаю, где сейчас посмотреть, когда это видео было снято. Ох, ну это может быть старое очень видео. И он это делает интуитивно, играет с ней, да, а она только урага, он окружен мразью, такой как Долохов, да, вот. И это интуитивный человек, и вот он интуитивно все делает, он не отдает себе отчет, и вот нужна ему эта любовь, чтобы разбить ее и проснуться, почувствовать боль и проснуться, а потом поднять кровавую революцию и скинуть грязного тирана царя России. Ну, на самом деле, риторика, она, в принципе, прикольная у него. У него стиль, ну, голос, голос, мне нравится, действительно, тоже постановка голоса. Все, что он говорит, это не звучит скучно. Это уже, как бы, так тоже интересно. Ну, то есть, если бы я ни хера не понимал в том, о чем он пытается рассуждать, это было бы, наверное, да, все равно было бы неплохо. Я бы, наверное, может, даже поверил бы вот этому пафосу прикольному, вот, это действительно клево. Так, ну, хорошо, Балконский, почему? Все по Ницше, война и мир, все по Ницше. Но Лев Толстой написал эту книгу раньше, может быть, Ницше? Ну, иногда бывает так, что два человека, которые живут в разных странах, но в одно и то же время, и они говорят об одном и о том же. Вполне возможно, что Ницше читал Лева Толстого, да? Вот, Балконский, Балконский, это Лев. Он ненавидит таких, как Пьер Безухов, он ненавидит рабство, он презирает арест... Так, я надеюсь, это может быть не случайность, он просто... Он, может быть, назад трактует троицу в обратном направлении, верблюд, лев и ребенок, вот это вот, который по возрастающей идет. Может, он назад, а вот, ребенок, лев, и в конце будет верблюд, в общем, если он верблюд. Это случайный образ Лева, интересно, или не случайный? А-а-а, окей, окей, он... ...и хочет освободиться, Пьер Безухов, это верблюд, он не способен разрушить... А-а-а, ну то есть вот, он трактует понише, только почему-то в обратном направлении. ...дьявола, и он никогда не станет сверхчеловеком, и он не способен стать дьяволом. Так, верблюд, лев, а ребенок? Просто ребенок до этого был, его негативно трактовал. ...способен стать только Анатоль Курагин. Евгений Анигин, да? Это книга об уставшем человеке. Что-то надо делать в этом грязном, ублюдочном обществе, да? Вот, как говорят, Анатоль это бальзак. Самая лучшая женщина, это проститутка. Это до какой степени упало это человеческое общество, что самая лучшая женщина, это проститутка. Это действительно так. Самая мелкая, блядь, это проститутка, блядь, которая дает за деньги, блядь. Потому что другие, блядь, дают еще за большие деньги. И все эти деньги потом у тебя отнимают. Это не обо мне, я не женат, мне нахуй это не надо. Я никогда не женюсь. В этом, ебаном мире, нет любви. И человек достоин тотального уничтожения. Но уничтожим его не мы. Человек сам себя уничтожит. Как это уже было в Атлантиде. Как это уже было 12 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад. Да, Атлант расправил плечи, друзья. Атлантиде все, уже умерли все. На шере. Нитши говорит о сверхчеловеке. Говорит, что человек превзошел обезьяну. Да? Вот сверхчеловек... Да. Да, да, действительно. Должен превзойти человека, как человек превзошел обезьяну. Да, действительно так, да. Но он должен превзойти не физически, а духовно. Да, действительно, наверное, так, да. Разумом? Не, нет, уже не разумом, наверное, не так. Не разумом все-таки. Но, может быть... Не, не разумом все-таки нет. Душой. Душой уже нет, вообще нет. Чем дальше чувак пытается проходить по Нитше, чем вот такая трактовка. Вот цитата Нитша. Трактовка первая, уже подальше так от Нитши. Следующая, следующая, следующая. И душой в конце мы уже познаем. Круто. Честью и разумом. Сердцем и душой. Душой и мозгом. Душой и мозгом. Нитша говорит о сверхчеловеке. То есть о человеке, как о веревке. Сравнивать человека с веревкой, по которой нужно идти и балансировать. Немножко споткнешься и упадешь. Видео ускорено. Видео ускорено, но потому что это было бы очень долго, я думаю, его слушать. Если бы он говорил в настоящем виде. Давайте посмотрим, как он по-настоящему разговаривает. Потеряешь равновесие и упадешь. Почему? Потому что человек опасен. Вот видите, в нормальном нулевом таком... Потому что человек опасен. Просто в ускоренном состоянии он еще покруче звучит. Более пафосно даже получается. Может быть мы переоценили его пафос. Да, получается, что он действительно трактует Нитша как простого дидактического воспитателя всего хорошего и доброго. Притом, ну, практически христианская трактовка. Да, действительно, Нитша такой соцреалист, такой позитивный, добрый. Да, мне тем более нужно досмотреть в конце еще одно видео Михайловых глаз, которое абсолютный дух попросил посмотреть. Тоже очень хотелось бы закончить сегодня просмотр до 8 часов. Хочу сегодня угодить всем, друзья. Вот так. Если не ошибаюсь, Нитша не очень плохо относился к воинам в целом вслед за Гераклитом. Ну, поскольку Гераклит один из любимых, в общем-то, мыслителей античных у Нитша. Я полагаю, к воинам он тоже относился хорошо. Тем более, воина отлично вписывается в концепцию воли к власти. Ввиду этого, ну, наверное, все-таки... Не. Врет прям вот-вот вообще по Нитше прям, ну да, это, конечно же, это грех. Хапает, а воля к власти, о чем вообще, к чему? Может быть, кстати, вот он прочитал этот персонаж только одного Заратустру. Я подразумеваю, что он только одного Заратустру посмотрел, и, может быть, из Заратустры что-то такое можно вывести. Ну, вот то, что честь равно справедливости, это уже его трактовка. А так-то Нитше всю жизнь снились флешбеки с войны, и он боялся вспоминать их. Но просто, понимаете, концептуально, если так посмотреть, не на Нитше как человека, а на Нитше как философа, крайне последовательно в его концепцию легла бы вот как раз позитивная оценка войны. Это и к воле к власти относится непосредственно. Это и к его любви непосредственно к Гераклиту относится тоже напрямую. Да, 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 в книгах он умел из себя сделать красивый образ Нитше, постоянный посетитель интернета, в тролле, лжец, девственник. Ну, лжец, да, с лжецом согласен. Но тут дело не в том, что он хотел поступить в военную академию и так далее, и так далее, и так далее. Это вот вообще вся его жизнь, это не важно. Это просто отлично ложится в его концепцию, и война в нее, в принципе, включена, и может оцениваться позитивно. Ну, вот, например, Дугин. Дугин, он же тоже никогда не служил. Это генеральский сынок, по сути, и он такой вот прикольный, такой дядька, но при этом он вроде тоже за войну, вполне так себе. А философы, когда они призывают кого-то идти на войну, это не значит, что они сами хотят воевать. Как бы должны понимать эту фишку. Извините меня, когда нет справедливых людей, почему с ублюдками и с несправедливыми людьми я должен себя вести честно? Я буду поступать так, как мне выгодно, если они все ублюдки. И это Иль Принчипи Николо Макебелло. Николо Макебелли. Ну, вот, пример, да, очень хороший пример. Николай Второй, когда началась Первая Мирная война, он присоединился к Франции и к Англии. Да, и Париж был спасен, Париж был спасен. Только мы просрали Россию, мы просрали Россию. И вот прошло сто лет, и мы с нашим великим потенциалом, с нашей огромной, могущей культурой, да, где мы? Мы нигде. Мы на 54-м месте по экономическому развитию. Россия, это при том, что у нас есть нефть, газ и все ресурсы, и у нас есть разумные люди, которые разбежались по всем странам, да. Среди них я ссебался в Испанию, да, и мы с нашим великим потенциалом, с нашей огромной, могущей культурой, да, где мы? Мы нигде. Мы на 54-м месте по экономическому развитию. Это Навальный, друзья. Это при том, что у нас есть мефть, газ и все ресурсы. И у нас есть разумные люди, которые разбежались по всем странам. Среди них я съебался в Испанию. Никогда не приезжайте в эту ебаную Европу, бля. Это говно. Здесь нет демократии, здесь нет ничего. Вот так вот, да? Он присоединился, надо было присоединиться к немцам. Кого спасать? Этих колонизаторов, ублюдков, англичан? Эту мразь ебаную. Этих французиков, блядь, долгоносых, которые, блядь, Эммануэль ставят и в жопу ебутся. Этих пидоров спасают. Надо было... Мы не поддерживаем такой вокабуляр непосредственно. Вообще позитивно относимся ко всем людям. Нет, не забанили, у меня интернет слетел просто. У меня интернет слетел, уважаемые. Вот в чем проблема была. Вроде бы вернулось все, правильно? Или мне проверять сейчас придется? Какие-то вопросы задаются. Ща посмотрим, что случилось. Вроде бы продолжается все. Так, трансляция все еще идет. У меня просто интернет слетел, к сожалению. И вот все еще идет. Один зритель? Что? Э, друзья, вернитесь все назад. Быстренько, быстренько вернитесь. Давайте. Вот, друзья, я что-то не вижу вас. Ладно, сейчас смотрим, что происходит дальше. Ну, вроде бы нет. Наоборот, шесть пак... Блин, в сети числа, в сети числа. Продолжаем смотреть. Было присоединиться к войнам немцев. И вся Европа говорила бы по-немецки. Россия была бы спасена, не Париж. Россия была бы великая и богатая Россия на данный момент. Ну, нет, ничего страшного. Я сделаю великую и богатую Россию за 8 лет. За 12 лет она будет еще богаче. А за 16 лет она будет первой страной этого ебаного мира. Вполне возможно, что я это добью за 12 лет. И сейчас спросим, почему же сверхчеловек запрещенная идея? Да потому что сверхчеловека нельзя... А, бля, ребят, простите, я забыл вывести видео, я туплю. ...контролировать. Сверхчеловек никогда не будет верить в туфту, в говно, вот, в пропаганду в разном. Сверхчеловек никогда не будет предклоняться ни перед кем. Сверхчеловек возьмет топорик Достоевского, да, и расхуярит вас всех нахуй. И переживать об этом не будет, да, расхуярит Ваву, Ваву Путина, вот, и выебит в жопу Медведева. Все как в... Мы отрицательно относимся ко всему этому, вот, все, что было сказано про политику. Вырежет нахуй. Ну, то есть, опять же, добро, честь, все потрясающее, а потом топор. И, по-моему, он очень странно трактует Раскольникова как позитивного персонажа у Достоевского. Вот поэтому этим пидорасам не нужен сверхчеловек. А здесь, в Европе, они тоже всего ничьи лгут, а ничьи, да, они его не хотят понимать. Потому что ему он тоже не выгоден. Какой-то анархист сверхчеловек, который против законов, против, против наших, эээ, нашей структуры, да, вот так вот. Нам нужно контролировать людей, а тут какой-то пидорас, да, какой-то гондон, который против нас, который на нас хуй положил. Да, он не верит ни в, не верит ни в религию, ни в нашу туфту, то, что мы говорим. Ему нахуй и деньги не нужны. Для него какая-то честь, бля, да он нас всех перехуярит. В конце концов, он у нас отнимет власть. Он у нас отнимет власть. Это везде в политике, они и те же, бля, персоны, они и те, ублюдки одного и того же прототипа. А вот эти вот ублюдки буржуйские, везде. Как они, как они, как они разрешат, чтобы появился сверхчеловек, да? Да это невозможно. Да, не супермен, а овермен, над человеком, овермен. То есть то, что произошло его во всем, духовно. Не только не физически, а духовно. Золотустра и есть сверхчеловек. Потому что, чтобы о чем-то учить, да? Чему-то учить. Чтобы чему-то учить, надо это хорошо знать и этим быть. Вот так, да? Я сверхчеловек, сука. Вот так вот, да? Да. И всегда говорят о сверхчеловеках, говорят о таких, как Чайковский, о великих, талантливых людях. А таких, как Менделеев, о таких, как Александр Блок, о таких, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, да? Скажут, русский народ это хуета. Лермонт, Лермонт. Это гибаный Соловьев. Лермонт, ты, 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 ты. Ну, вот будь евреем, уезжай тогда в Израиль, да? Вот так вот. А я, сука, русский, и не хотел из России уезжать. Но из-за такой мрази, как ты, сука, Соловьев, ебаный. Из-за такой мрази, как Чубаси Путин, сука, я уехал из моей родной страны, сука. Понятно, мразь? Но я приеду обратно. И всем вам отрежу головы. И сделаю эту страну великой страной мира. Этого ебаного грязного мира. У меня вопрос, почему это видео находится на ютубе вообще? Почему вы не забанили? Ребят, давайте, я не знаю, сделаем хорошее, доброе дело. Пожалуемся на контент, пожалуйста. Материалы отталки, жестокие отталки, вредные действия, жестокое обращение, пропаганда терроризма, во-первых. Спамы, нет, пропаганда терроризма, да, наверное, нарушение моих. Пропаганда терроризма пусть будет, да. Ну, потому что, ребят, это прям, блин, временная метка. Призывает отрубить голову Путину. Призывает отрубить голову Путину. Я не могу этого терпеть, честно говоря. Мне неприятно, даже вот если учесть, что я не такой позитивный. 2.48, давайте 2.40 пусть будет. Отрубить голову Путину. Ну, а что делать, друзья, что делать? Ну, блин, я за справедливость, потому что, когда со мной что-то происходит внезапно, вот стоит мне вот чуть-чуть ошибиться на ютубе, понимаете, вот что-нибудь не то сказать, и все, все. У меня канал, у меня страйк уже летит прям в голову. Ну, я бум просто, и думаю, что происходит. И пусть американская шавка или английская крыса скажет мне только одно слово. Ну, у него 216 дизлайков. One single word. Абсолютный дух, а что такое, что случилось? Мы вылетели тут, вылетали недавно, интернет у меня вылетел случайно. В Америке, она родилась, Америка, в анархии. Ну, там уже нет ни американского духа, и там нет никакой анархии, там нет никакой демократии. Сначала пришли варвары и построили эту страну, да? Благородные, сильные варвары, люди, да? Которые сняли с себя цепи тирании, цепи этих моральных понятий, этой грязи, и построили эту страну. Но потом приехали буржуйские ублюдки, банкиры, юристы, да? И все это покрыли своей паутинкой. И сейчас, и об этом писал Джек Лондон, и Джек Лондон писал о сверхчеловеке, который убегает из этого грязного общества, в которое превратилась свобода, природа, что-то, что-то, как сказать, да, девственное, девственный лес, девственная река, девственное озеро, чистота превратилась в эту грязь, в этот спрут. Цепы счастья, что? Этот механизм, Джек Лондон все время напоминал о Фриде Хиничше, и в конце, в Мартине Идене, Джек Лондон разочаровывал, Мартин, Мартин Иден, он разочаровывается в социализме. Он говорит открытым текстом, Джек Лондон, что социалисты это хуета. Вот анархисты того времени тоже были хуета. Если бы пользователи интернета научились не доносить друг на друга, было бы нам счастье. Друзья, ну это жестко. И пусть они говорят об анархизме. Изм возвратный, возвратное окончание. Я так и подумал, но я решил переспросить. Я не думаю, что абсолютный дух думает об этом ЦП. Я думаю, он говорит о центральном процессоре, или как это называется. Социализм, либерализм, коммунизм, все для всех. За то, что он хочет отрубить головы политикам и Путину в том числе. Это, ну, как-то шизофазия какая-то анархическая. Это просто жестокий, агрессивный, злой человек, к которому позитивно отнестись не смог бы даже сам Фридрих Ницше. Не то, что я. Да, еще садомизировать он хотел с Путиным. Да, я просто уже забыл. Я просто забываю все такие вещи, мне просто плевать обычно. Это не то, чтобы меня как-то поразило, знаете, но есть какое-то желание справедливости. Риба лафлер эстерлата. Господа, поднимем вверх алый цветок. Это символ нашей силы. Это символ нашей смелости. Символ нашей жертвы. Символ нашей души. Символ нашей силы. Люблю, когда ребята, которые живут в Испании, говорят такие громкие речи из Испании. Это всегда так весело. Я знаю одного националиста жесткого, который живет непосредственно в Польше. И оттуда вещает свои негативные, в общем-то, посты националистические в России, правда. Черная энергия. Все эти превеликие политики живут в других странах обычно. Черная сила. Черный флаг. Белая буква А. Как честь. А то, что сзади, это огромная темнота. Тень. Слим. Шэдоу. Слим. Шэдоу, блин. Это тоненькая тень анархии, пацан. Это Эминем, да, получается? Который вас всех перехуярит. Буржийская бля. Кстати, я с тем националистом из Польши, когда... Когда-то целый месяц срался. Ну, я понял, это чувак из бутылки, правильно? Мы правильно понимаем друг друга? Это админ бутылки, в общем-то, непосредственно. И сайта на NAP. Это ваше прозвище в далеком детстве. А, это ваше прозвище, пишет Абсолютный Дух. Шэдоу. Слим Шэдоу. Слим Шэдоу, это прозвище Эминема. Слим Шэдоу, вообще так. Ну, деталюк, спасибо тебе за видео, это было довольно-таки весело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!